Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. На рынках, когда мы оцениваем ситуацию, события, следим за новостным фоном и в связи с этим актуализируем общую ситуацию в отношении тех активов, инструментов, которыми мы торгуем. Сегодня мы продолжаем наблюдать за тем, что происходит с британской валютой. В частности, еще в начале недели мы отвели именно канадцу и фунту роль основных с точки зрения повышенного, скажем, такого интереса активов, поскольку мы следим именно за фундаментальными событиями. И на этой неделе по хронологии, по отчетам, именно по этим инструментам было больше всего статистических данных. Сегодня в 11.30, то есть, можно сказать, относительно скоро выйдут данные по рыночным продажам. Банк Англии, который, безусловно, позволит нам оценить состояние потребительского сектора. Это с одной стороны, но с другой стороны, это еще один отчет, который мы будем использовать немножечко иначе, а именно с точки зрения того, повлияет ли он на решение Банка Англии по процентной ставке. Далее в 15.30 у нас данные по рынку труда. Это классический еженедельный отчет четверга, только за редким исключением, когда на неделе выпадает какой-то праздничный день в Штатах, статистику по публикации смещают. Сегодня не исключение, поэтому ждем в 15.30 заявки на пособие по безработице. И, безусловно, будем анализировать этот отчет и стараться прикинуть, насколько сильными в перспективе уже начало мая, когда выйдет очередной блок статистики по рынку труда, именно Non-Farm Payless, насколько эти отчеты будут сильными. И в течение дня, друзья, я не стал сейчас отдельно выписывать, кто именно, просто хочу отметить, что в течение дня нас ожидает несколько пресс-конференций представителей американского регулятора и Банка Англии. Очень трудно сейчас оценить, что кто-то из них обладает большим авторитетом, большим влиянием на рынок. Я не буду сейчас, опять же, акцентировать на этом внимание. Давайте посмотрим, отреагирует ли рынок на то, что будет так сказано. Даже больше, чем выступление представителей ФРС, меня интересует выступление представителя Банка Англии, потому что с точки зрения того, что произойдет с американской монетарной политикой, уже все более-менее ясно. Вот что касается Банка Англии, мы хотим увидеть повышение процентной ставки в мае, мы ждем это событие, оно уже совсем о споре. Но хотелось бы от первоисточника, скажем, послушать, насколько эти убеждения все-таки еще сохраняются. Этот прогноз все еще выдерживается. В целом, оценивая динамику вчерашнего дня, опять же говоря по уровням, особо что-то суперского не случилось. Потому что европейская валюта держится на тех же самых значениях. Более-менее интересные движения были на фунте и долларе, собственно, и канадцы. Но по фунту мы просели, это не то движение, которое прогнозировалось, не то, что мы хотели увидеть по факту отчетов, но отыгрались на канадцы, потому что канадец ослаб, постфактовое решение по процентной ставке. Доллар японская иена растет тоже в соответствии с нашими с вами ожиданиями. Немного подводит еще нефтянка, которая продолжает цепляться неизвестно за что. Это уж точно не такое системное бычье и позитивное начало. Но давайте посмотрим, в принципе, что же стало причиной активизации покупок в рамках вчерашней торговой сессии. И что сейчас движет рынков. Честно говоря, когда я сегодня начал мониторить новостной фонд, после того, что котировки Brent'а не просто перехватили в очередной раз инициативу у продавцов, а смогли застащить котировки даже до максимума за последние три года, обновили даже показатели, а фактически закрытие у нас в прошлой торговой сессии 73.13. Сейчас торгуемся на тех же самых значениях. Я бы уж подумал, что мы упустили снова какой-то риск, связанный с эскалацией на Ближнем Востоке, потому что такое ралли, согласитесь, логично было бы оправдать очередным, скажем, проявлением агрессии какой-то из сторон, ростом этой напряженности, кризисности, конфликтности ситуации, потому что, собственно, все вот это могло бы вернуть на рынок разговора о том, что в регионе по-прежнему все крайне нестабильно и неспокойно, а значит, раз уж мы говорили про сокращение мировых запасов, еще и нехватка предложений за срывы потенциальных поставок вообще может поставить рынок в состоянии дефицитности вот уже к концу 2018 года. Но на самом деле анализировать новостной фон, ничего подобного я не нашел в плане подтверждения. Про геополитику сейчас практически уже не говорят, но знают, что да, это актуальная тема, держат ее про запас, возможно, кто-то даже готов сразу изменить подход к трейдингу, если на рынке появятся снова какие-то новости, которые касаются данной тематики. Но за минувшую торговую сессию эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке не произошло. Собственно, так же, как и не произошло новых поворотов, скажем, в зеле торгового противостояния США и кидая. То есть, по идее, мы реально могли отыгрывать реальную экономику и те данные, которые непосредственно касаются спроса и предложения, это статистика. Ну, может быть, как раз с этой точки зрения есть объяснение, почему котировки выросли, потому что вчера у нас был традиционный еженедельный отчет правительственный по запасам и объемамы добычи нефти США. Запасы снизились на 1,1 миллион баррелей. Совпала практически статистика с отчетом от Американского института нефти, который мы анализировали, там тоже сопоставимые снижения. Причина спада, друзья, запасов, снижения запасов может открыться в более высоких показателях загрузки производственных мощностей и сокращения импорта. И также хочу отметить, что лично я не понимаю, с чем это было связано, но в Штатах на прошлой неделе был зафиксирован исторический рекордный показатель по спросу на бензин, который составил 9,85 миллиона баррелей. А что касается нашего с вами любимого отчета по тому, сколько нефти было добыто в Штатах, то, я думаю, многие из вас уже смогли оценить этот отчет, посмотреть. Производство нефти снова увеличилось на 15 тысяч, и мы по-прежнему держимся на исторических максимумах, рядом с отметкой в 10,6 миллиона баррелей в сутки. Но так же, как и неделю назад, в этот раз трейдеры статистику, собственно, отыгрывать так и не стали. Есть еще одно объяснение, почему котировки выросли якобы, потому что трейдеры, которые с некоторой предвзятостью относились к покупкам нефти, вчера получили такой новостной триггер для роста со ссылкой на рейдерс, о том, что у страны ближневосточного картеля по-прежнему планируют придерживаться обязательств и планируют достичь более высоких цен на нефть. И тут же мы нашли подтверждение этой ретоники со стороны региона, который был более чем предсказуем с точки зрения этих комментариев. Это, конечно же, Саудовская Аравия, которая сообщила о том, что хотелось бы, чтобы на рынке были сейчас цены в районе 100 долларов за баррель. Но, друзья, те, кто из вас постоянно присутствует на брифингах, мы уже знаем, какую игру ведет Саудовская Аравия, мы знаем, чего они добиваются. Это все приурочено к представящему IPO Saudi Aramco. Я думаю, что это ни для кого не новость, но лично мне было обидно немного, что трейдеры продолжают отыгрывать новостной фон, который не нужно отыгрывать. Это исключительная спекулятивная игра на рыночных ожиданиях. Это провокаторская такая информация, которая, возможно, не создает вот этих оснований для роста, которые фундаменталист мог бы хорошо отыграть. Поэтому, друзья, я, как и раньше, считаю, что на фоне уж тем более такой прикупленности нефти нужно искать уровни для продаж. Думаю, что если разместить отложку силовременца отметки 74 доллара за баррель, из этой сделки может что-то получиться. Теребя убытки, я все равно не могу все-таки при текущей конъюнтуре, потому что я вижу подобычи в США, развернуться и поставить на то, что котировки будут расти. Рубль 60.72, держимся выше 60. Хочу отметить лишь то, что эти уровни считаются уже более-менее справедливыми, и я хочу, чтобы вы задумались, что будет с рублем, если нефть просядет хотя бы снова в район тех уровней, которые более чем реальны. Это с текущих значений 73 уровень хотя бы 65. То есть рубль держится выше 60 даже с учетом высоких цен на них. Я думаю, что ответ будет на поверхности, и вы знаете, каких ориентировок придерживаться дальше по паре доллар-рубль. Американская валюта против иены. Вчера статистики не было, но если мы сейчас посмотрим на котировки, доллар и японская иена продолжают расти. И хорошо, потому что доллар обязан был уже давно вырасти и котироваться против японского конкурента на более высоких ценовых значений. А теперь давайте попробуем разобраться, с чем связано позитивное отношение к доллару. Я думаю, что не будем снова обращать внимание на статистику, потому что мы о ней уже говорили очень много. Мы проанализировали последние отчеты и рыночные продажи, промышленный сектор. Я хочу обратить ваше внимание на, на мой взгляд, три событийных риска, которые сейчас позволяют трейдерам покупать доллар, не переживая, скажем, ни за что в плане что-то неожиданного для глобальных рынков в плане сообщений. И не перекладывая и не переводя свои капиталы в защиту. Во-первых, у нас по-прежнему нет новостей о том, как обстоят переговоры по США и Китаю. То есть мы помним угрозу США принять новый список товаров, в отношении которых будут действовать импортные пошлины. И еще в конце прошлой недели нам говорили, что этот список уже в совокупности, в долларовой стоимости, в долларовой эквиваленте составит, тоже около 100 миллиардов долларов, будет представлен на этой неделе. В четверг, друзья, у нас этих новостей нету, но, наверное, и хорошо. Потому что если бы на рынке снова была причина говорить о таком противостоянии с Китаем, мы бы не видели бы сейчас котировки доллара и иена на текущих значениях. И доллар снова насыпался бы, собственно, и, возможно, стремясь в район прежних минимумов, там, на отметке 105 иен против доллара. Отсутствие негативных новостей по торговому противостоянию – это причина номер один. Вторая причина, которая связана с итогами встречи. Премьер-министр Японии Синзе Абе и президент США Томанда Трампа. Мы два дня, собственно, ждали эти итоги. И, как и ожидалось с оптимистами, собственно, странам практически удалось договориться. То есть признали, что нужно выстраивать новые торгово-партнерские отношения, нужно ребалансировать и немного менять экспортные и импортные статьи, точнее, объемы. Нужно эти отношения выстраивать на принципах справедливости и равенства. И в итоге пришел вопрос, чем, скажем, пожертвовать Японию. Ну, в данном случае я уверен, что Штаты донесли явную позицию, что нужно все-таки сокращать дефицит торгового баланса. Соответственно, чтобы сокращать дефицит торгового баланса, нужно в идеале, чтобы это было в интересах США, чтобы Япония больше покупала товар. И в итоге Япония согласилась закупить у Штатов самолетов на 10 миллиардов долларов. На мой взгляд, это хорошее доказательство того, что договариваться можно. И, может быть, даже вот этот пример Японии и США является базисом, условием, либо еще одним прецедентом того, что не нужно терять надежду на то, что США смогут договориться и с Китаем. И третий момент, он уже с историей вокруг Северной Кореи. Упустил я, кстати, этот момент, почему-то даже прослеживая все новостные сходки, не очень активно поднимая эту тему. Оказывается, что буквально вчера состоялся визит Майкла Помпео, который, как вы знаете, ранее познавлял ЦРУ. Сейчас его перевели на должность госсекретаря США. У него была встреча с лидером Северной Кореи. И, в частности, по тому, как она прошла, он был крайне оптимистичен относительно комментариев, отметив, что встреча – это существенно результативно и положительно. Ну, подробностей нет, друзья. Ну, наверное, то, что в этих комментариях фигурировали слова «результативность», «положительность» – это хорошо. И не было причин эскалировать еще и поэтому. Следовательно, на таком фундаменте мы увидели логичный рост доллара, который еще поддержал восстановление доходности американских трежерий с десятилетки, вот, с меня на 5,3 пункта до 2,86. И рост этих облигаций продолжится дальше. Я всегда говорил, что именно они будут тащить доллар вперед. И мы будем ждать эти бумаги, там, в районе 3% по доходности. Я думаю, что ничего не изменится в плане роста тренда по доллару и доллару и японской иены. Друзья, по сделке можно, тех, кто еще не торгует, подкупить пару долларов и японской иены с отметки 107.10. Для этого нужно, конечно же, чтобы котировки немного снизились. Фунт против доллара. Вчера вышли данные по инфляции. 2,5% против прошлого 2,7 в годовом выражении. Базовая инфляция тоже снизилась на 0,1%, 2,3% с 2,4%. Сразу хочу отметить, что реакция на выход этих данных была более-менее, чем логичной. Я бы не сказал, что предсказуемой, но логичной. И эта логика заключается в том, что если сопоставить текущий показатель инфляции с последним отчетом по зарплатам, мы поймем, что зарплата уже опережает инфляцию. Это раньше было, наоборот, и раньше все представители Банка Англии допускали возможность скорейших темпов роста процентных ставок, потому что рост инфляции нужно было останавливать. А ужесточение политики – это лучший индикатор, даже лучший инструмент, как говорил нам об этом Марк Каббе. Сейчас мы видим то, что ситуация нормальная в плане показателей. Зарплаты опережают инфляцию, это позволяет накапливать ресурсы домохозяйством и в конечном счете может стимулировать активности потребителей. Поэтому немного, это ключевое слово, ослабли ожидания того, что в мае ставка будет повышена. Но я тут же прошу слово немного взять в кавычки и все равно быть уверены в том, что ставки в мае повысят, потому что, как мы и отмечали, блок сильных макроэкономических данных, он должен выступать еще одним подтверждением того, что и британскому регулятору нужно, собственно, приобщиться уже к такой моде среди разных стран, которая предполагает ужесточение политики. Условия на рынке действительно осознаны. То есть повышение процентных ставок можно как раз оправдать тем, что потребители готовы к новым долговым обязательствам, потому что если у них действительно будут условия для накопления, значит, они будут больше тратить, и у них будут средства, чтобы справиться с более высокой стоимостью обслуживания долговых обязательств. По фунту, те, кто находится в тренинг позиции, друзья, ни в коем случае не разворачивайтесь, даже не думайте о том, что пара развернулась, она пойдет ниже. Я оценивал вероятность снижения снова ниже отметки 1,40 меньше, чем в 1%. То есть держим длинные позиции. Для новых точек входа я уровней сейчас пока что не вижу, но если будут, то обязательно позже расскажу. Евро против доллара тоже анализировали мы данные по инфляции, которые прогнозируемо снизились с 1,4% до 1,3%. Мы видим падение инфляции, мы видим замедление промышленного сектора, потери экспорта, сокращение фракции торгового баланса, слабый индекс активности и деловой в сфере услуг. И на основании этого вывод напрашивается сам собой. Уже совсем скоро, в 25 апреля, состоится очередное создание Европейского центрального банка, где риторика Драги будет вторить его прежним собственным посылом и идеям о том, что экономические стимулы должны быть сохранены в текущих объемах. Поэтому евро нужно продавать, друзья. Я рекомендую вам войти в короткую позицию с отметки 1,2340, ориентироваться на уровень 1,20-1,21. Что касается доллара канадца, еще, собственно, один фундаментальный герой, поскольку у нас вчера было решение по ставке 1,25%, ставку не изменили. Но вот заявления, которые были сделаны, вдовеск ставки и последующая конференция, и Полоза, и Каролина Вилкинса, собственно, управляющего банка Канады и заместителя, они обратили наше внимание на те проблемы, о которых мы знаем. И так, и мы не сомневались в том, что риторика может быть другой. То есть ставки не повысили. Почему? Потому что руководство Банка Канады признало, что сейчас на рынке очень много рисков в виде неопределенности касательно внешней торговли и геополитических угроз. Поэтому в таких условиях менять процентные ставки и ужесточать уж тем более монетарную политику очень недальновидное решение. Я рад, что Банк Канады стал использовать такую риторику, потому что раньше они занимались тактической, скажем, экономикой, а не стратегической. И они принимали решения, не думая о последствиях, и в итоге, собственно, попали в просаг, потому что повышение процентных ставок в прошлый раз, это череда была, как вы помните, середина прошлого года, привела к падению инфляции, замедлению активности потребителей экономического роста. И сейчас Банк Канады пожинает плоды, к сожалению, этого. И даже вчера представители данного регулятора подчеркнули, что действительно в ОВП в первом квартале был слабее прогнозы. И снова обратили наше внимание на то, что выжидательная позиция будет сохранена и дальше, до тех пор, пока с рынка не идут эти риски, которые я перечислил, до тех пор, пока рынок недвижимости не восстановится, и до тех пор, пока Банк Канады не получит сигнал того, что потребители готовы справиться с новыми условиями обслуживания долговых обязательств, то есть с более высоким долговым бременем. Я думаю, что до конца этого года этих сигналов они не получат. И если бы сегодня у нас котировки не перли бы, неизвестно на чем, ну хотя бы попробовали объяснить, с чем это было связано вверх, доллар-канадец уже котировался бы выше отметки 1.27. Но еще не вечер, мы сохраняем, друзья, длинные позиции и ставим на то, что все-таки канадец будет терять против доллара. Австралиец против американца. Сегодня на данных по рынку труда, а, кстати, австралиец вырос, это довольно странно, хотя, анализируя последние отчеты, первая реакция совершенно нелогична по австралийцу, только потом, впоследствии, скажем, предстоящих торгов, полноценной торговой сессии, эти рыночные колебания сглаживаются, и рынок более-менее начинает дружить с лоикой, возвращает австралийца в то русло, в котором он должен находиться, исходя из этих отчетов. Уровень безработицы у нас по Австралии снизился с 5,6% до 5,5%, однако уровень занятости оказался гораздо хуже от прошлого значения, при этом на февральский отчет был пересмотрен с понижением, это доказательство того, что австралийский рынок труда теряет импульса. Плохая статистика, и эту статистику нужно отыгрывать через распродажи австралийца, поэтому не буду обозначать сейчас конкретные уровни, потому что я отмечал, с какого значения выше 0,77 вы бы не продали австралийце, это может оказаться очень хорошей перспективной долгосрочной сделкой, потому что с отметки 0,77 до 0,80 это вот эта зона дорогой валюты о негативных последствиях, которой неоднократно, точнее, постоянно говорит резервный банк Австралии. Вы помните, что высокий обменный курс, там Азит замедляет достижение целей по инфляции и по экономическому росту. В общем, по австралийцу и новозеландцу те же самые идеи. Мы находимся в шортах. Друзья, на этом, собственно, все. Огромное спасибо за внимание, хорошей вам торговой сессии. Увидимся мы завтра с вами, как и всегда, в прямом эфире через перископы в 9.30 по московскому времени. Будем разбирать, что же интересного на рынке произойдет сегодня. Всего доброго. До свидания.